Арина Алексеевна, слышно все? Прекрасно, поехали. Окей, давайте начинать. У нас сегодня очередное заседание и доклад Арины Алексеевны Архиповой. Название вы можете видеть на экране. Пожалуйста. Значит, дорогие коллеги, я хотела бы рассказать, чем я занималась последние два года. Я занимаюсь некими задачами для систем уравнений, а для скалярных задач и для систем есть вопросы, ответы на которых они по-разному звучат. Поэтому я, с вашего позволения, небольшое такое введение и сравнение быстренько-быстренько проведу. Значит, я начну с примера очень простого. Вот так, 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 так. Ну вот. Арина Александровна, чуть ниже опустите. Мне мешает. Сейчас, минуточку. Вот тут мешает какая-то черная метка, которую я хочу убрать, и она не убирается. Ну ладно. Еще надо выше, а у меня не получится. Сейчас, ребята, сейчас, одну секундочку. Ой-ой-ой. Вот. Значит, я начну с простого примера. Пример скалярный. Функционал квадратичный. Я для определенности у считаю равный фи на границе и рассматриваю скалярный случай. Вот n большое, далее у меня количество компонентов. Значит, в данном случае речь идет о скалярной задаче. А n маленькая – это вот размерность иксов, размерность вонеков. Так вот, значит, только в предположении, что а – это положительная определенная матрица, симметричная, условиям коротодория удовлетворяет по переменам иксу. Здесь из общих теорем, конечно, следует существование минимайзера. И этот минимайзер будет ци-альфа-гладкий и даже вплоть до границы, если позаботиться о, так сказать, условиях на области омега и функцию фи. Если они не очень хорошие, то, по крайней мере, локальная ци-альфа-гладкость будет иметь место. Но дело в том, что этот функционал в силу того, что а, вот тут зависит от у, выпуклым не является. И есть экстремали, могут появиться, по крайней мере, экстремали у этого функционала, которые могут быть как ограниченными, так и неограниченными. И вот я сейчас хочу поговорить как раз об экстремалях. Ну, чтобы написать вот, значит, первую вариацию, я должна задержать… Арина Альксивна, экстремали имеются в виду критические точки. Да, да, да. Да, совершенно верно. Значит, я вот должна предположить, что матрица А еще по У дифференцируема, и более того, это матрица, что была ограничена. Когда я напишу эту вариацию даже на гладких финидных возмущениях, то я вижу, что вот это слагаемое, я его далее обозначаю Б, это вот тот сильно нелинейный член, о котором пойдет речь впереди. Он представляет собой функцию только из Л1. Ну, и поэтому, если я буду расширять класс допустимых возмущений, то я должна требовать, чтобы это были ограниченными. Так что вот такой класс возмущений предполагается. Что я, значит, сейчас имею? Давайте посмотрим на это уравнение. Ну, не обязательно даже вариационной структуры. Я просто показала, что это Б может совершенно в реальных задачах иметь вот такой квадратичный рост. Значит, этот рост предельный, потому что функция уже из Л1, Л1 нерефлексивное пространство, даже для линейных уравнений у теории не работает. И этот случай предельный, он выделяется. И для него надо подумать, как с ним быть даже вот в скалярной ситуации. В скалярной ситуации, я напомню факты классические, задача и Дерихлея, и других, при других кровых условиях. И при такой сильной нелинейности, ее еще называют там предельной, критической, можно и используется метод Лера-Шалбера. Значит, если ваши данные негладкие, вы их там сглаживаете, и вот это важный момент, вы стартуется с ограниченных решений. Поскольку у нашей задачи могут быть неограниченные решения, а мы хотим проследить, как улучшается гладкость, в зависимости от гладкости данных задач, мы стартуем с ограниченных решений. Поэтому, естественное такое предположение о том, в каком классе мы вообще рассматриваем обобщенные решения для сильно нелинейных уравнений, это, значит, энергетическое пространство, пересеченная с Л-бесконечность. И задачу ставим об исследовании регулярности во всей области. И вот понятно, что эту оценку, чтобы получить, я должна наложить какие-то дополнительные условия на Б, несомненно, а для этого у меня есть принцип максимума. И если я сформулирую одно из, ну, достаточных условий, которые гарантируют мне принцип максимума, дальше известно, значит, метод получения ци-альфа гладкости решения, дальше тоже известно, каким способом можно добраться до оценки градиента в ци-альфа этого решения, применить линейную теорию и там ввести параметр, короче говоря, значит, применить метод Лера-Шаудера для доказательства вот разрешимости такой краевой задачи гладким образом. Ну, я говорю известные вещи, но здесь я хочу, вот видите, я звездочкой пометила одно условие, которое у меня будет фигурировать до конца изложения. Это условие такое одностороннее на функцию Б, это одно из достаточных условий, которое мне гарантирует, что я могу, например, в задаче Дерехле оценить максимум модуля решения. И здесь естественное предположение, вот стоит, значит, условие ν плюс гамма, гамма может быть и отрицательным, но не сильно большим. Вот ν плюс гамма должно быть больше нуля, где ν это наименьшее, вот у меня всегда собственное число для матрицы А. Анастасия, можно такой вопрос походу? Да, да. Это называется типа берштейновская там нелинейность или как вот ее? Значит, это я называю это так, как называют, значит, сильная нелинейность, критическая нелинейность. Давайте я еще вот эту задачу покажу. Вот, значит, здесь метод Галеркина у вас не пройдет, и поэтому вот для разрешимости используется вот такой подход. Он изложен в монографиях, и в красный, и в зеленый. Да, хорошо, я понял. У нас старших коллег. И вот, значит, мы, это я просто слегка напоминаю, что в скалярной ситуации происходит. Теперь дальше я, давайте посмотрим на системные случаи. Большое это количество компонент. В общем случае матрица зависит от альфа, бета, это греческие у меня, это дифференцирование там по иксам, а к и л – это, значит, номер компоненты и номер уравнения. Но я сначала хочу несколько слов сказать про диагональные системы, когда, ну, это символ Кронекера, когда в каждом уравнении, я вот выписала даже это, одна и та же матрица присутствует, а вся завязка происходит на дополнительных членах квадратичного роста. Вот эти диагональные системы, поставим такой вопрос, а мы можем вот эту идеологию скалярную распространить на случай этих диагональных систем? Значит, дело в том, что в этой ситуации мы, в принципе, можем оценить модуль решения. Ну, вообще-то модуль в квадрате, он оказывается субрешением, и там можно сразу для модуля получить, ну, сразу, при определенных условиях на B. В частности, в частности, при том условии, о котором я говорила, вот этим засторонним условии звездочка. Теперь, значит, давайте попробуем эту схему продолжить. Вот я заручилась этой оценкой, поехали, хотим получить оценку в цель. Ну, оказывается, в случае диагональных даже систем, это невозможно при любом коэффициенте вот этом B0. И, ну, это знали давно, ну, вот 75-76 год, это то время, когда было получено точное условие, при котором можно двинуться дальше и, значит, получить оценки ци альфа, и дальше все, что я сказала, всю теорию вот этой вот разрешимости Лера-Шаудер применить и так далее. В частности, вот это условие звездочка, вот оно опять у меня здесь записано, оно мне будет гарантировать оценку модуля решения вот в такой диагональной ситуации. Итак, если мы заручимся... Сейчас, Орентина, вопрос. А как-то вот в предыдущем сюжете, в скалярном, гамма вроде могла быть отрицательна, да? Да, но ню плюс гамма больше нуля, это самое главное условие. Ну, да, просто... Нет, я здесь не дописала, да, конечно, вот здесь стоит ню, так вот ню плюс гамма... Ну, вы понимаете, если главный эллиптический член нашей дополнительной слагаемой давить будут, так и энергетической оценки не получишь, это же понятно. Нет, конечно, гамма плюс ню больше нуля, это святое дело. Вот, теперь, значит, дальше. Дальше вопрос был поставлен так. А что, если мы это условие, вот у нас все-таки одностороннее условие, оно достаточно сильно, а вдруг мы при нем можем продвинуться и все-таки, потому что условий ведь получения нормы в бесконечностях много, правда, там зависят от граничной функции, что получится. Так вот, может ли нам помочь вот это одностороннее условие все-таки сдвинуться с места? И в 79-м году Дженс Фрезе, он показал, что если две переменных, количество компонент безразлично, и даже системы более общего вида, чем я пишу, я сегодня привязалась к вазелинейным системам, я потом могу объяснить, почему не более широкий класс. Так вот, он для более даже широкого класса систем таки получил при одностороннем условии ца-альфа оценку, и дальше, дальше, и разрешимость там даже со вторыми производными доказал задачи Дерихле. Ну, это вдохновило людей, а что если n-размерность побольше, но не тут-то было. Буквально в следующем году появились контрпримеры Иверта и Струга почти одновременно. Там гамма равно нулю, просто при одностороннем условии норма ограничена, но непрерывность может там потеряться. Это я все говорила о, подчеркиваю, скалярных задачах и диагональных системах. И теперь мы обратимся к системам общего вида, которые, собственно, я и вот рассматриваю. Значит, сразу скажу, что условия эллиптичности, вот как в параболической задаче, в эллиптической, предполагается, если у вас нелинейная задача в очень сильной форме. Так и пишется в Very Strong Condition. Но без него никуда. Значит, я просто на векторах из r, n маленькая, n большое, все это вот, ну, такая положительная жесткая определенность, и матрица А, значит, ограничена для всех значений допустимых аргументов. Я сразу, конечно, оговорюсь, что если А зависит только от х, если задача линейна, то, конечно, это условие, значит, можно расслабить и предполагать условия Лежандра Адамара. То есть сначала взять форму по кси из r, n маленького, а полученную матрицу еще, вот, значит, рассмотреть для нее форму по, значит, компоненту n большого. Ну, вот я оговорила, что я имею в виду в смысле эллиптичности. И дальше я вот думала, как бы это мне очень коротко, но совместить сразу в одной теореме несколько результатов, полученные, в общем-то, в разное время. Значит, я возвращаюсь к своему функционалу ЖИ, но теперь матрица у меня не диагональная, значит, вот, ну, положительно определенное все, или система. Ну, про систему, значит, речь идет, конечно, об обобщенном решении. Вот такой общий результат, который верен и для функционала, и для системы, я здесь сформулировала. Значит, я буду предполагать, что матрица А равномерно непрерывно на омега крестерон большое, то есть по иксам и по У, А удовлетворяет условию, о котором я говорила, и тогда мы можем обсуждать либо минимайзер функционала ЖИ от У, причем можем говорить и о локальном минимайзере, если там другое граничное условие, или мы хотим внутренние свойства изучать. Дальше. Или У обобщенное решение системы, ну, я написала с Б равно нулю, но на самом деле все понимают, что какие-то нелинейные члены, не сильно растущие тут могут быть. Или Б у вас растет, вот как я говорила, предельным порядком роста, ну, тогда такой идет разговор. Пускай У у нас решение вот из этого класса, то есть пусть они априори ограничены, и пусть выполняется условие, ну, вот оно на двоечку отличается от того, что Хилдебран с Фидманом получили для диагональных систем. Вот это условие в рамочке, вот как оно было впервые написано, так оно по сей день во всех работах и, так сказать, транслируется и предполагается. Теперь я, прежде чем скажу что-то дальше, я хочу сразу обратить ваше внимание, что в случае общих систем, что эллиптических, что параболических, у нас нет принципа максимума, и у нас нет инструмента для оценки этой нормы в эль-бесконечность. Поэтому получение вот этого условия в рамочках, это в конкретных задачах вещь, ну, непонятная. Тем не менее, дело все в том, что если вы заложите это условие, то даже на самом первом уровне исследования, ну, когда вы к тождеству там обращаетесь, чтобы энергетическую оценку получить, ну, и подставите там У-среднее на срезочку там в квадрате, чтобы локально там что-то получить, да, уже в этой ситуации ваша вот эта оценка в рамочке позволит вам ваш нелинейный член загнать в левую часть в эллиптическую, и с этого момента вы просто забываете, что у вас есть сильная нелинейность. То есть это фактически такое желание закрыть глаза на то обстоятельство, что у вас есть сильная нелинейность. Но я подчеркиваю, что аппарата для того, чтобы эту оценку так вот получить, в общем-нибудь, у меня просто нет. Не у меня, не я вообще этого не знаю. Но теперь я хочу объяснить, какой результат мы получаем. Несмотря на то, что я заложила некую гладкость матрицы А, и условия у меня сильные, мы можем утверждать только Гельбер на открытом множестве Омега с ноликом внутри области Омега, и разрешаем и допускаем появление замкнутого сингулярного множества, для которого, ну вот, можно получить такую оценку, если n больше двойки, то n минус 2 минус еще там небольшое эпсилон 0, либо если n равно двойке, то, к счастью, сингулярное множество просто вообще исключается. Вообще, я хочу сказать, что при изучении эллиптических систем в те времена, когда еще не… А, Алексей, извините, у вас по Хаусдорфу там получается размерность, да? Да, да, это мера Хаусдорфа размерности n минус 2 минус копейки, вот так. Значит, что я хотела сказать, что в те времена, когда еще не было даже, ну, теория эта не вступила в силу, об обратных неравенствах, а хаи интеграбилиси, двумерные задачи изучались отдельно, и системы не только квазелинейные, нелинейные, и для них получались, ну, правда, достаточно, так сказать, витиевато, сложно. Вот я видела работу Нейчеса, она такая тяжеловесная, но не было, так сказать, соответствующего аппарата. Но, тем не менее, для двумерных задач это множество сингулярное исключалось. Ну, и поэтому было интересно, а если n больше двойки, что для систем можно пролонгировать этот результат или нет. И тут я должна вам немножко напомнить, знаете, о чем? Ну, не все этим занимаются. Сейчас я напишу, где тут у меня этот функционал-то. Вот, вот этот функционал. Давайте на него полюбуемся. И сейчас мысленно закрыли глаза на у. А зависит только от ха. Так вот, мы знаем, что если а зависит от ха, ограничена измеримая матрица, то известные результаты Д. Джорджа Нэша говорят нам о том, что будет c-альфа, гладкость, там, минимайзера, и в то же время для обобщенного решения мы тоже будем иметь некий Гюльдер. И это очень ценно и используется вот в теории качественных там регулярностей. Но если говорить о системе, то тот же Д. Джордж в 68-м году привел пример матрицы, которая теряет гладкость в одной точке, но тогда и минимайзер, в общем-то он единственный, если его отсутствует, тут нет вопросов, он теряет тоже гладкость, более того, он становится неограниченным вот в фиксированной точке. Я сейчас не могу, нет времени, дело в том, что вот эти контрпримеры регулярности, они потом стали очень такими интересными, экзотическими, но я сразу перейду к другой ситуации, крайней. А давайте теперь глаза на х закроем, и будем считать, что А зависит только от У. И будем считать, что матрица А от У зависит очень гладко. Но У пока только из энергетического пространства, и в целом это сложное образование не является сильно гладким. Так вот, оказалось, что это тоже 68-й год. Джусси и Миранда построили такой пример, когда элементы матрицы, вообще вещественно-аналитические функции, минимайзер, он имеет, он ограниченный, но имеет особенность, он не является непрерывным. То есть 68-й год, это какой-то год, я бы сказала, перелома вообще в психологии, идеологии, вот по отношению к системам. Более того, что интересно, вот 68-й и 69-й год появились по линейной теории систем работы итальянского математика-компоната. Более того, он проследил, он там ввел свои обозначения пространства и показал, что с увеличением, так сказать, информации о данных задачах решение от обобщенного может вот до классического приобретать гладкость. Эти пространства, собственно, потом и назвали пространствами компоната. Вот, так что это был действительно какой-то такой момент очень важный. Теперь дальше. Дальше, значит, я хочу сказать, да, теперь, поэтому появление сингулярного множества, это как бы вещь правомерная, контрпримерами подтвержденная, и мы можем только что стараться что-то побольше узнать про это сингулярное множество. Я не могу тут все результаты поминать, но, в общем, вот такой момент. Значит, здесь я обратила ваше внимание на то, что в пункте 3 условие ограниченности решения не является очень таким, ну, как сказать, объективным, что ли, потому что все равно вы докажете только частичную регулярность. И, собственно, вот этот момент меня и подвел к тому, что, наверное, для недиагональных систем не надо стартовать цель бесконечность, все равно у вас какие-то там сингулярности появятся. И мне захотелось посмотреть, что если у вас решение просто вот из 1-2, и тождество удовлетворяет вот для нам хороших там этих пробных функций допустимых, что можно сказать, какое поведение решения в точке, так сказать, предполагает, что вот будет гладкость в окрестности, регулярность решения в окрестности этой точки. Значит, это было сделано... Можно, Алина Севна, вот последняя фраза имеется в виду, что какое минимальное требование... Да, на поведение в точке. ...которое обеспечивает уже гладкость. Да, да, совершенно верно. Именно это меня вот и... Меня это давно очень интересовало, с тех пор, как я много лет назад вообще с этими системами познакомилась, ну, потому что как-то привык получать себе априорные оценки, априорные оценки, думаю, а как же тут получить-то ее? И вроде вот как-то этот вопрос даже и не обсуждался. Вот пусть и все. То есть эта идеология понятна, откуда пришла. Она пришла из скалярной теории, безусловно. Так, собственно, даже вот я книжку Джек Винта когда-то еще, даже не книжка была, а припринт читала. Так вот там такое рассуждение. Вот, мол, скалярная ситуация. Мы же знаем, что надо стартовать цель бесконечности. Вот и вперед, и здесь то же самое. Ну, я сейчас про эллиптическую задачу. Не имею времени рассказывать. Я лучше расскажу про параболическую. А там просто очевидно, что происходит и в эллиптической задаче. Вот эта работа по эллиптической, она уже части, она уже опубликована в этом году. В этом Journal of Mass Science 255 том, четвертый выпуск. Это можно уже познакомиться. Ну, ладно, дальше поехали. Вот у меня было еще желание, знаете, столько хороших людей работало, талантливых в этой области. Начиная с Чарльза Мори, потом Эдника Джусти, в основном, конечно, итальянцы. Марио Миранда, Сергея Компоната. Позже, это мой сверстник уже, Мариана Джаквинта. Фуско, Очерби. Ну, я не могу перечислить всю эту школу, которая, кстати, и в настоящее время очень интенсивно развивается. Вот с 1968 года все это пошло. Вот у меня написано в скобочках, что замкнутое множество имеет Лебегову меру ноль. Такой результат был получен для систем не квазилинейных, а не линейных. И долгое очень время существовал. Ну, вот во всех работах покажем, что да, вот замкнутое мера ноль, все, точка. Алина Алексеевна, вообще-то там еще Боярский для, ну, очень давно показывал, для дивергентных эллиптических уравнений, что если Гельберов за исключением множества мира ноль. Ну, для линейных, правда. Я хочу сказать, что работой вот именно по частичной регулярности с того момента, как очень давно, вот я знаю, что если контрпримеры уже разумные были построены в 68 году, такого общего плана, то можно считать годом рождения этой науки оттуда. Но, безусловно, какие-то отдельные результаты для конкретных задач про сингулярность, и почему им не быть, конечно, могли вполне быть. Так я вот хочу сказать, что здесь я сегодня опускаю вообще всю информацию о системах нелинейных, то есть когда в главную часть градиент входит нелинейно, потому что, ну, на все время не хватит, во-первых, но, тем не менее, упомяну, значит, что вот эта вот грубая оценка, она, наконец-то, тут сдвиг произошел. И во многом сдвигу в этой науке способствовал такой энергичный и талантливый математик из Пармы, это вот Джузеппе Росарио Меджони или Меньони, не знаю, как правильно сказать. Он очень не только активно работает и продвинул эти оценки. Вы имеете в виду Джузеппе Меджони, что ли? Джузеппе А. Да, да, да. Ну, у него два имени, он любит, когда его Росарио зовут. А Росарио – это по материнам, да. Да, вот. Так вот, он сдвинул, конечно, эту науку, этот тяжелый камень, но, к сожалению, такие результаты, которые нас бы вот порадовали с точки зрения, что, ну, уж на границе-то множество, наверное, меньше размерности n-1, такие результаты удалось пока ему получить только для нелинейных систем, когда функция, образующая вот электрическую там эту систему, она зависит от иксов и градиента, то есть у не входит. Для у пока оценки достаточно грубые, но люди работают, просто это наука, причем она разъехалась из Италии далеко. И, кстати, не только она в Италии развивалась бурно, там и в Праге, в Карловом университете, школа Нечеса известная, там его ученики очень много чего понаписали. И вот, когда я уже решила расставаться с параболическими системами, я тут вспомнила, что надо бы одну вещь, так сказать, объяснить. Ну, мы все знаем, что такое локальная энергетическая оценка для простейшей вот скалярной задачи. Такую же оценку можно получить для обобщенного решения системы, для локального минимайзера. Что тут написано? Значит, интеграл по шарику радиуса r от градиента в квадрате оценивается через интеграл, ну, c делить на r квадрат, это из-за срезки, от такой вот интегральной осцилляции решения в l2. Но я здесь все поделила на r в степени n-2, и не случайно. Дело в том, что если вы хотите вообще-то получить гладкость в точке x0, то понятно, что ваш интеграл при r, стремящемся к нулю, должен уж стремиться к нулю. А это означает, что левая часть, а слева стоит такое выражение, которое в эллиптических задачах, ну, вот называется эксцессом в простейших ситуациях. Это такая безразмерная локальная энергия. То уж она-то должна пойти к нулю. Поэтому, грубо говоря, плохие точки в плохих точках, вот этот эксцесс не должен идти к нулю. И я еще об этом вам напомню. Теперь давайте хоть что-то скажем про параболические задачи. Ну, параболические задачи, я начну два слова буквально про диагональные системы, хотя диагональные параболические системы в 80-е годы, это был какой-то полный рассвет, бум. Почему? Потому что геометры, которые интересовались гармоническими отображениями, стали рассматривать вот эти тепловые потоки, heat flows гармонических отображений. И, конечно, очень много математиков с разной, так сказать, точки зрения стали изучать эти системы. Пусть они были у них специальные, в главной части только оператор теплопроводности, но тем не менее, вот это бы возникла вообще целая наука. Я эту науку сейчас оставляю в стороне, но хочу один результат здесь привести. Результат, который подтверждает точность условия для диагональных систем, который был получен, помните, вот Хилдебрандтом-Видмана. Значит, если мы предположим, что у нас матрица равномерно, непрерывно, сильно эллиптично, и система диагональна при квадратичном росте, то Струбе показал в 85-м году, что вот это условие, которое было для эллиптических диагональных систем, ну, выглядит фактически точно так же, как и для, значит, ну, как вот в эллиптическом случае. Теперь, значит, что он точнее доказал, что если вы возьмете решение из пространства, ну, я поясню все-таки, 1,0,2, это значит, 1 означает, что производные по пространственным переменам из L2, а производные по Т не предполагается. Кутэ – это обычный вот такой пространственно-временной цилиндр. Так вот, если решение ограничено, и если вы знаете, что вот на B0 и норму этого бесконечность такое ограничение наложено, то он доказал циальфа-гладкость, ну, если нет хороших условий на границе, то внутри, а если они позволяют, то вплоть до границы. Теперь здесь написано циальфа в параболической метрике дельта. То есть, если написать без всякой метрики параболической, то это означает, что циальфа по хам и альфа пополам по Т. Ну, я здесь написала определение этой параболической метрики. Это очень удобно в работе с параболическими задачами. И шарик в этой метрике – это просто цилиндрики КОЭР, которые вот здесь вот вместо Z0, конечно, я описка X0 должна написать. Это шарик обычный ВРН, крест-интервальчик лямбда-Р. Только смотрите, какой он. Значит, он длинный 2R квадрат. И, значит, вот эти параболические цилиндрики по существу имеют размерность такой R в степени N плюс 2. Теперь, значит, у меня тоже было такое желание для недиагональных систем что-нибудь такое вместе, два результата, по крайней мере, совместить. Итак, если у нас квазелинейная, но недиагональная система, то мы предполагаем условия равномерной непрерывности, условия сильной эллиптичности. И я тут рассматриваю два случая, ну, таких крайних, я бы сказала. Либо В0, либо вот квадратичный рост. Значит, если В0 или В там слабого роста, то такие ситуации рассматривали Джек Винтас Аджусть еще в 1973 году. И, насколько я знаю, это была первая теорема по регулярности, вот написанная этими итальянцами. А вторая ситуация, это мы допускаем квадратичный рост. Естественно, стартуем, как я уже сказала, из ограниченных решений и запасаемся условием, которые на двойку грубее. Ну, в общем, все, как в эллиптическом условии, просто переехали сюда. И в работе Джек Винтас Аструбы в 1982 году, значит, для первой ситуации, для второй получен одинаково качество результат. Так, показана ци-альфа, гладкость вот в этой параболической метрике на Ку-0, открытом множестве в цилиндре. И Хаусдорфу размерность вот этой заплатного множества сигма меряется в параболической метрике и равна нулю. Ну, как она меряется? Если мы обычно множество покрываем шарами, то мы покрываем здесь шарами в нашей метрике, то есть параболическими цилиндриками, а дальше процедура, собственно, такая же. И здесь, значит, есть такое полезное следствие, что для почти всех t пересечение сигма вот с уровнем t там, значит, будет иметь меру обычную стандартную Хаусдорфу Н-2 равно нулю для почти всех вот этих моментов времени t. Ну, я еще хотела бы один аспект чисто параболически обсудить. Вот мы все знаем, что для уравнения теплопроводности имеет место такой эффект сглаживания. Да, вот если начальное условие не очень гладкое, то при t больше нуля происходит такой вот момент сглаживания решения. Я, конечно, тут есть очень много примеров. Я выбрала вот такую систему параболическую недиагональную, когда а зависит только от у, чтобы лишнего пока не говорить. Значит, а зависит от у очень гладко, у на параболической границе замечательная гладкая функция, и как будет развиваться процесс именно вот в смысле вот такой. Да, понятно, что локальная наука гарантирует, что на каком-то интервале уж точно будет гладкое решение. Но вопрос такой, а будет ли оно в силу параболичности дальше как-то вот гладко развиваться. Ну и тут, конечно, появились контрпримеры того, что нет, найдется такой момент, когда решение гладкое может разрушиться, пойти даже на бесконечность при подходе вот снизу в какой-то точке сначала, точечный был пример. Примеры усложнялись. Я здесь привела пример чешских математиков из Карлова университета, которые очень много занимались контрпримерами. Это Йон Стара. Их был, кстати сказать, самый первый пример. Потом присоединился Ян Малый, и еще несколько работ вышло для более, так сказать, сложных ситуаций, не только то, что я здесь написала систему. И вот, вы знаете, очень долго весь сел вопрос в воздухе, а что в двумерном-то случае? Ведь в двумерном галлиптической ситуации там все хорошо. И я даже помню, что я в прошлый раз, когда в ПАМИ рассказывала про эти дела, я сказала, что вот о двумерном случае неизвестен. Вот мне приятно вам сообщить, что в 17-м году достаточно молодой, судя по фотографии в интернете, математик из Цюриха построил контрпример и двумерный тоже. Он немножко сокрушается, что у него Н большое 4, то есть 4 компоненты. Ему, наверное, хотелось, чтобы и Н большое, и Н малая была двойка. Ну, короче говоря, что построил, то построил. Спасибо ему. Значит, это действительно некое еще, ну, какое-то существенное, так сказать, привнесение в эту теорию о регулярности и нерегулярности. Ну, и еще, чтобы уже перед тем, как я перейду к своей задаче, я хочу вспомнить один свой результат, просто потому, что он имел продолжение, но еще, может быть, потому, что про недиагональные параболические системы без вот этого условия априорного, которое неизвестно где взять, их, в общем-то, ну вот, а где ж их взять? Ну, в общем, я рассматривала параболическую систему так называемого вариационного типа. То есть моя первая работа, как раз я сейчас ее и обсуждаю, в ней был именно вот такой квадратичный функционал, потом я рассматривала более сложные там интегранты квадратичного роста, но не важно, важно существо дела. Значит, у на границе... А при т нулю там ничего не задаете? При т нулю там не надо ничего вообще? Нет, надо-надо. Сейчас я скажу, я не все написала. Значит, у на границе ноль, а в начале функция фи гладкая, которая на границе тоже ноль, согласуются там эти условия краевые начальные, и все хорошо. Здесь вообще все хорошо. Матрица, вот сколько вам надо производных, столько мы закажем. Но размерность двойка, размерность двойка. Поэтому то, что я сейчас написала, это пример системы с сильной нелинейностью квадратичной, но вот такой вариационный тип. То, что это фактически эллиптический оператор, это оператор Эйлера, на самом деле, это дает нам очень большую так сразу информацию, поэтому удалось доказать вот такой факт, что существует обобщенное решение с первыми производными по Т тоже, видите, 1,1. Ку, когда я пишу, я, значит, имею в виду до бесконечности, от нуля до бесконечности. У, С2 гладкая, в замкнутом этом у, минус сигма. А сигма может содержать не более конечного числа точек. Вот это У в некотором смысле при Т стремящество в бесконечность идет к своему пределу из энергетического класса. Функция у бесконечности С2 гладкая, кроме того же, быть может, конечного числа точек, а главное самое, что это экстремарь нашего функционала. То есть я стартую с какой-то функции Фи гладкой и прихожу при, значит, вот в этом процессе в результате к экстремаре. Сразу вопрос, а может быть, к минимайзеру? Нет, к минимайзеру не получается. Можно такой вопрос? Вы говорите, конечное число точек, что вот на бесконечном цилиндре все равно только конечное число. Да, 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 включая бесконечность, то есть вот всего их конечное число может быть точек. Это так, да, именно это я имела в виду. И вот эта предельная функция, она тоже имеет не более конечного числа этих точек. Теперь я сейчас объясню. Значит, дело в том, что меня на эту деятельность вдохновила работа Струэн по тепловым потокам гармонического отображения. У него тоже для двумерной задачи очень такой, ну, такого же толка результат. Но понятно, что поскольку у него в главной части оператор теплопроводности для каждой компоненты, то он работал с фундаментальным решением для оператора теплопроводности, и у него совершенно другая техника. Ну, как вы понимаете, двумерность – это же очень хорошая вещь, это во-первых. А во-вторых, вариационная структура тоже помогает, поэтому, ну, вот удалось это дело обойти. Так как это делалось? Вот я сейчас сформулирую одно утверждение, чтобы объяснить, как это делалось. Значит, если у вас решение С2 гладкое на каком-то интервале до, не включая Т0, то справедливо следующее утверждение, что найдутся такие параметры ТЭТа и радиус Р0 по данным задачи, что если вы посчитаете вот эти локальные энергии по шарикам, при фиксированном Т, и пройдетесь по всем точкам области Омега, и при подходе к моменту Т0 эти локальные энергии будут равномерно малы, вот меньше моего заказанного ТЭТа, то, значит, ваша функция продолжима до Т0, и вы можете этот момент Т0 принять снова как бы за начальные условия и поехать дальше. Ну, конечно, чтобы не схлопнулось там все. Так вот, это утверждение, я его крестиком пометила, вдруг такое неожиданное продолжение. В 2009 году, я, честно говоря, не так давно нашла эту работу, работа Дженса Фрезе с соавторшей Мария Шпиковична и Гебауэр, такая, значит, математик, они показали следующее, что если дополнительно к тем условиям, которые у меня сформулированы, добавить вот такое одностороннее условие с любой константой К, с любой фиксированной константой К, ну, давайте даже К равно 0, допустим, да, то тогда вот это условие крестик, оно выполняется. И тогда они, значит, ссылаясь на работу, говоришь, ну, вот хорошо, тогда вообще решение У будет, С2 гладкое, вот и не будет этих сингулярных точек. Ну, вот мне кажется, да, их работа мне очень понравилась. Там очень, ну, вообще Фрезе, конечно, аналитик от Бога, он такой придумал вес, никакого тебе там фундаментального решения, а такой с виду очень простой вес, но он исключительно, к сожалению, двумерный, и рассматривал, оценивал интегралы, эти энергетические, ну, для квадрата-градиента, вот с этим симпатичным весом, и получил, вот я считаю, что замечательный результат, он мне сильно понравился. Вот, ну, все, я больше ничего не знаю. Так, вы меня извините, что у меня куда-то формулы поехали. Я писала ровно. А почему они поехали? Ну, не знаю, компьютер виноват. Значит, теперь... Да, все видно, все видно. Ну, видно-то видно, но как-то, да. Ладно. Значит, теперь, наконец-то, я хочу рассказать, что я делала. Ну, рассматривала, естественно, значит, систему. Систему недиагональную. Предполагала на матрицу А самые стандартные условия, значит, равномерной непрерывности по совокупности аргументов, сильную эллиптичность. Относительно моей функции B, я предполагала, ну, что эта функция такая, ну, вектор функции на самом деле, да, она удовлетворяет условиям каратеадоре, квадратично растет, и вот это условие, которое я звездочкой помечала, значит, односторонние условия на матрицу B, с этим гамма и ню плюс гамма больше нуля, это абсолютно всегда. Дальше у меня написано еще одно условие. Я могла бы словами объяснить, что я предполагаю. Значит, если B растет квадратично, фактически мое вот это условие означает, что производная B по P растет линейно. Ну, мне в такой форме это условие, так сказать, в рабочем порядке гораздо приятнее. Вот я еще закладываю такое условие. Теперь в системе я справа нарисовала функцию F какую-то. Ну, не знаю зачем, но нарисовала. И, значит, условие на Q ровно такое, как мы предполагаем в скалярных задачах, когда хотим доказать Гюльдер-решение для параболической задачи. Так что здесь никаких, так сказать, отклонений нет. Что я называю обобщенным решением? Значит, U из вот этого естественного пространства 1.0.2 я называю обобщенным решением, если это U удовлетворяет тождеству для любой функции это, которая берет на себя, естественно, производная по Т, у нее есть из L2, и она ограничена. Вот пробные функции отвечают за то, чтобы мое вот это слагаемое СБ вообще тут было интегрируемо, конечно, все было в порядке. То есть я подставить U не могу. Алина Алексеевна, значит, вы имеете в виду, что это обращается в ноль на всей границе цилиндра? Да, да, кстати, правильно. Дело в том, что в монографии, по-моему, ноль там другой смысл имеет. Здесь имеется в виду, что я просто гладкие финицы в цилиндре замыкаю в норме 1.1.2. Да, совершенно верно. Кругой ноль, все, срезаю. Я буду обсуждать сейчас только внутренние вот эти точки и поведение внутри цилиндра. Сейчас не до границы. Что-нибудь надо вот это понять. Значит, итак, вот у меня такое решение. Значит, оно может иметь какие-то сингулярности. Вот должно удовлетворять тождество. Точка. Теперь, значит, что я доказываю? Вот, собственно, сейчас я сформулирую, наконец-то, этот результат, к которому я, значит, пришла. Значит, пусть выполнены мои условия. Решение у меня слабое, но, быть может, и неограниченное. Значит, если в какой-то точке внутри цилиндра эксцесс, вот, кстати, вот это выражение А, значит, это такая безразмерная энергия, но в параболической задаче по параболическому цилиндру, если считать. Значит, если этот эксцесс идет к нулю, и если супремум по, ну, по всем цилиндрикам, которые помещаются в Куте, средних по модулю меньше вот этого числа ню плюс гамма, деленное на b0, но я b0 могу и слева написать, то есть b0 на супремум, но мне так удобнее. Я его там обозначила ню звездочкой, почему-то это не видно, но не важно. Итак, если супремум вот меньше этого заветного числа, тогда найдется такая окрестность, такой цилиндрик с центром этой точки, что функция у будет с бета-гладкой, ну, в параболической метрике. Теперь, если q достаточно большое, то есть q больше либо равно n плюс 2, то я буду брать любое альфа из интервала, любое бета, простите, видно тут, из интервала 0,1. Ну, а если q просто больше n плюс 2 пополам, ну, так сказать, ну, минимум надо брать, короче, из этих чисел. Либо q вам продиктует, а если q очень хорошее, так тогда возьмете бета-любое, показатель меньше единицы. Вот. Сейчас, Арина Семеновна. Хочу прокомментировать, да? Вот здесь. Вот условие b. А я сейчас про него хочу как раз поговорить. Оно странное немножко. Нет, сейчас, минуточку. Значит, дело в том, что первое условие, Оно... Ой, б, еще его там не видно еще. Сейчас, сейчас, сейчас я все расскажу. Значит, первое условие, оно на самом деле предполагается, даже если у вас дополнительные члены равны нулю, и это такое совершенно естественное требование. А вот второе условие. Значит, я беру средние для функции уро. Вот бегают они по цилиндрику. Мне важно, чтобы эти средние... Я могла бы написать не по всем ро, а что существует какое-то там r нулевое, что для меньших там этих ро, супремум меньше вот этого числа, ню плюс гамма на b0. Было бы... А это не означает, что оно ограничено просто? Нет, в точке. Это среднее в точке. Почему оно ограничено? Это среднее значение в точке. Я даже не говорю, что это точка ли бега. Просто супремумы ограничены в точке. Вот это условие b у меня фактически заменяет условия ограниченности, которые предполагаются. Мне важно было условия написать локальные, чтобы они были привязаны к точке. Вот я что-то про нее говорю, и тогда она хорошая. Вот если а и b, то точка хорошая. Понятно, что дальнейшая гладкость тоже получится, если вы дальнейшую гладкость от данных задачи потребуете. Вот это формулировка результата. Вот так. Конечно, тут возникает вопрос, я понимаю, сингулярно множество. Если позволите, я это потом скажу. Можно? Так. Теперь что у меня там со временем? Я имею еще какое-то время? Да, у вас минут 15 еще. О, хорошо. Прекрасно. Ну, напоминаю, это ттт. Значит, вот я хочу сказать, что такое у меня альфа. Альфа – это либо оно определяется по q в интервале 0,1, а если q большое, то альфа – любой показатель из интервала 0,1. Вот это следует все из леммы, которая, так сказать, собственно, почти что доказывает результат. Она звучит так. Значит, где тут вот. Значит, я фиксирую какое-то, ну, строго вложенное, скажем, ну, какое-то подмножество qt с замыканием там лежащее, и пока произвольный параметр tau. Так. Фиксирую число m, которое меньше вот эту дробь. Я ее дальше обозначаю там не звездочка, но не важно. Так, обозначил. Значит, у меня есть tau, есть m, и наверху вот некая альфа. Вот я утверждаю, что существуют такие постоянные θ и c1, c2, такие, что если в каком-то цилиндре qr, то есть, значит, r какое-то, если существует такое, для точки z0, лежащей в этом q0 чертой, верны соотношения. Ну, дальше написаны два соотношения. Первое – это фактически написан эксцесс, к нему тут добавлено r в степени 2 альфа, но это, так сказать, технически удобно. То есть, считайте, что это практически эксцесс. И если этот эксцесс для данного радиуса в данной точке z0 меньше этого заветного числа θ в квадрате, и среднее для данного радиуса в данной точке не превосходит этого числа m, которое вы задали, меньше вот там чего надо, тогда вы имеете два утверждения. Значит, функция φ, перечеркнутая, значит, такая интегральная, квадратичная такая осцилляция в среднем, ну, деление на меру фактически написано, тогда вот эта осцилляция не превосходит c1 на e, и, так сказать, это сильно похоже на неравенство по Анкаре, правда? Вот. И второе, самое важное утверждение – это что e на цилиндрах размера tau r оценивается грамотным образом через e от f. Ну, появление здесь малого параметра tau в степени 2 альфа – это, в общем-то, то, что надо. Теперь что, от чего зависит? Тета. Сейчас, Аргенда Васильевна, а почему это неравенство по Анкаре? Ну, я… Ну, как подставим там, давай вот сюда. Потому что e – это деленное на r в степени n. Там плюс r в степени альфа появляется. Подождите, а так и слева? Нет, слева будет r в степени n плюс 2. Размер у r – n плюс 2, да? Да. Ну, а слева r – n. Давайте все умножим на r – n плюс 2. Тогда слева никаких нет средних, а справа будет r квадрат на r, как полон, на интеграл… Так я говорю, но это и есть неравенство по Анкаре. А я про это и говорю. Нет, вы сказали, что это как бы неравенство по Анкаре. Там плюс 3 в степени 2 альфа стоит. Да, ну, это несущественно. Я поэтому и сказала, что, конечно, это неравенство по Анкаре. О чем вы сказали? Да. Да. Вот. Значит, сейчас хочу еще отметить, кто от чего зависит. Тета от того, какое мы m, tau и альфа зафиксировали. А вот c1 и c2, тут перечислены эти параметры. Ну, понятно, что от данных задачи норма f в альфу – это cf дальше у меня. Так что c и т, вот эти 1 и 2, они с tau никак не… Сейчас, а f – это что такое, напомните? Справая часть. Я написала такой параболический оператор, а справа… Ну, я решила, что если уж совсем будет простая ситуация, то мне окажется 0 справа. Ну, написала… Давайте сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, понимаете? Нет, ну, хорошо. Понятно. Это система, где справа не 0, а стоит это f. Вот. Вот и все. Ну, доказывать будем. Я здесь, в самом методе у меня ничего нет оригинального. Доказывать будем от противного. Значит, я предполагаю, что существует набор цилиндриков в куте, центры которых содержатся в ку-0 с чертой. Средние не превосходят m. Эксцессы вот эти е на этих цилиндрах идут к нулю. Я просто обозначила через лямбда и квадрат вот эти эксцессы. Они идут к нулю. Я это предполагаю, но ни для каких c1, c2 мое неравенство не выполнено. То есть я нарисовала вот эти вот два неравенства в другую сторону. Ну, какое бы я ни взяла, значит, c1, c2 у меня не получится то, что я хочу. Но это от противного. Значит, моя цель доказать, что найдутся такие c1 и c2, что неравенство будет в правильную сторону. Конечно, я не буду возиться с этими цилиндриками. Я сделаю масштабирование. И вот тут, значит, понятно, что по иксам я цен переношу, на радиус делю. Поскольку у меня эти параболические цилиндрики здесь я делю на rm квадрат. А вот здесь у меня не прописалось. Интересно, на бумаге прописалось. Значит, я отнимаю от u его среднее. u m это коротко записанное. u вот это rm z m. Вот коротко. Так, а делить надо на лямбда m. Вот здесь, извините, должно стоять лямбда m. На бумаге стоит, а здесь нет. Вот. Что я имею, какую информацию про wm? Ну, то, что они такого же класса, это понятно. В среднем они по построению равны нулю. И вот это соотношение, вернее, это обозначение, да, вот e равно лямбда m квадрат. Я делю на лямбда m квадрат и получу соотношение уже вот в этой новой, так сказать, ну вот новых переменных, вот такое замечательное соотношение, которое мне сразу дает оценку для вот квадрата, последовательность квадрата градиента, слава богу, ограничено. Кроме того, вот эти rm переменные, они мало того, что к нулю идут, потому что лямбда m идет к нулю, но еще такая квалифицированная оценка, она мне тоже технически пригодится. Сразу хочу сказать, что поскольку у меня параболический случай, то в отличие от эллиптического случая, вот давайте немножко, ведь все то же самое в эллиптической ситуации, только там будет не цилиндр Q1, а обычный единичный шарик B1 нуле. Так вот в эллиптической ситуации от того, что у меня градиенты ограничены и среднее равно нулю, просто по Пуанкаре у меня заодно еще и WM в L2 ограничены, а заодно, поскольку нормы в W1, W2 ограничены, я и сходимость WM буду иметь к некой функции в норме L2. Вот это все было на самом деле у меня в эллиптической ситуации, но увы, в параболической, из того, что я оценила градиенты, я не могу сразу утверждать, что у меня оценены WM, несмотря на то, что средние равны нулю, у меня нет никакой гладкости по Т. Вот такие дела, поэтому тут предстоит вот чисто такая параболическая еще дополнительная проверка всяких условий. Так, ну а мои неравенства, которые я сказала, пусть они вот такие неправильные, вот они превратились в такие два неравенства. Ясно, что если я докажу, что WM в L2 ограничена, я, конечно, буду это делать, то, конечно, я найду нормальную постоянную, когда неравенство будет в правильную сторону. А вот это второе неравенство, оно, конечно, похитрее, с ним, так сказать, возни гораздо больше. Но прежде чем что-то делать дальше, давайте полюбуемся на интегральное тождество, которое у меня получено. Вот оно. Ну, уже понятно для WM в единичном цилиндре. S теперь это временная переменная. Вот эти ZM, OM, они у меня здесь выписаны. Это просто пересчитанные, значит, Z и U, которые, значит, были. Дальше. Что такое BM с волной? Ну, я так, значит, выделила эту функцию BM с волной. Ее определение, вот тут написано, чтобы она сама удовлетворяла точно тем же условиям по аргументу P, что и функция B. То есть B с волной M у меня квадратично растет с таким коэффициентом, и односторонняя оценка, вот формально как была, так для нее и останется. Более того, приятно то, что в тождестве перед этой функцией с волной еще и лямда M у меня стоит, это мне помощь. Понятно, что правая часть тоже пересчиталась. Она пересчиталась и успешно оценилась через норму функции F. Вот здесь ее написано преобразование. Если мы посчитаем, короче говоря, вот это FM мажорируется данным задачи нормы CF. Ну, а стало быть, FM уже известно, что они к F подтянутся слабо в норме LQ. Ну, вот и первое утверждение, с которым мне надо, так сказать, пояснить, почему нормы-то ограничены. Ведь еще раз напоминаю, что у меня мои пробные функции должны быть ограничены и дифференцируемы. Вот, и я для начала, я немножко здесь объясню, потому что я эту процедуру фактически дважды использую. Я просто в тождество поставлю функцию H, неотрицательную, гладкую в шарике. Она у меня нормирована в том смысле, что я беру интеграл, вот, и, значит, хочу, ну, короче говоря, я выберу такую функцию, чтобы в среднем она равнялась единице, отнормирую. Что такое коэпсилон? Шапка Придрикса подходит, шапка Придрикса. Ну, нехитрое дело, да. Какая-то вот такая функция, причем я менять не буду, какая есть, такая есть. Это мой такой вес. А вот коэпсилон тоже в параболических задачах такие функции часто возникают. Я фиксирую на моем интервале два пока произвольных S1, S2 и характеристическую функцию подправляю. Я делаю такое кусочно-линейное построение. Производная живет только на этих интервальчиках вот длины епсилон. Здесь минус единица, здесь плюс единица на епсилон. И что я делаю? Подставив эти функции, я все остальное отправлю в правую часть. А что мне делать? Там ничего с электрической части не получишь. В общем, все пошло туда направо. Если я епсилон буду гнать к нулю, то, конечно, не для всех, а для почти всех S. Я получу вот для этих моих взвешенных средних вот два факта, которые мне будут дальше полезны. Значит, первый факт – это то, что при фиксированном M эта разность зависит только от расстояния между точками, ну и функция идет к нулю. И кроме того, если я посчитаю супремум, вот насколько для разных S, если средние разбегутся, это величина ограниченная. Вот все, что я могу добыть на этот момент из тождества. Больше никакой информации. Ну, конечно, дальше должна сработать вот какая вещь. Норма WM в квадрате. Ведь это WM минус ее нулевое среднее. Ну и дальше я, конечно, пользуюсь тем, что на среднем это отклонение наименьшее по сравнению с другими константами. И, значит, на первом этапе я подставляю, я беру вот эти средние, которые я получила, еще усредняю по времени, подставляю это число. В силу непрерывной зависимости по S вот этих взвешенных средних, я могу утверждать, что это значение на каком-то уровне, плюс-минус средние невзвешенные и так далее. Дальше все очень просто. Вступает в силу неравенства по Анкаре на уровне. Оценка для градиента у меня есть. Я уж не буду тут долго рассказывать. Это все просто. Короче, оценку для WM я получила. А самое главное, я теперь имею следствие из этой оценки. Вот это вот первое нарушение, которое неправильное, которое я предположила. В силу того, что WM ограничено, если я выберу один, ну, в два раза больше, то я, значит, опровергну это мое предположение и C1 фактически выбрано и с первым неравенством у меня полный порядок. Что я еще получаю? Теперь у меня в энергетической норме WM ограничены, что тоже приятно. И есть слабая сходимость в этом пространстве. Ну и, конечно, для предельной функции тоже это обстоятельство сохранится. И есть еще одно очень важное такое наблюдение, третье, которое тоже следует фактически из той оценки, которую я получила, что дело в том, что у меня А зависит от этих вот аргументов ZM, УМ. А я хотела бы, конечно, в пределе перейти к какой-то постоянной матрице, поэтому мне надо посмотреть, что это можно или нельзя. И что такое У0? Ну, поскольку УМ ограничено числом М, то понятно, что есть какой-то предельный вектор ВРН, который тоже не превосходит М. И есть эти центры ZM поболтаются, но они на компакте, значит, найдется из этой ноль, к которому они в конце концов подойдут. И вот используя вот эту акцию, ну, это здесь вообще мажорируется числовой последовательностью, а вот эта разность, тут если я прибавлю и вычту М, то за счет того, что вот эти WM в L2, значит, ограничены, а лямбда М при ней стоит, то вот это тоже пойдет к нулю. Короче, вот это выражение, этот предельный переход мне важен, чтобы расправиться с коэффициентами вот этими А на переменных величинах и перейти к какой-то постоянной матрице. Вот теперь я вооружена со страшной силой и могу в тождестве для WM перейти к пределу. Переходя к пределу, я получу, что у меня тождество вот для такой системы с постоянными коэффициентами, с правой частью из L2. Ну, в общем-то, прекрасная система линейная и внутри этой системы, значит, ее регулярность решения, конечно, управляется условиями на правую часть. Ну, понятно, что не во всем цилиндре, а только внутри, потому что по границе вообще ничего не знаю. И я могу написать вот эту оценку известную, поскольку у меня эти нормы ограничены, F большое в LQ ограничено, все это мажорируется какой-то постоянной, которая, конечно, вот зависит от расстояния от единицы до R. Но я хочу сказать, что я это R гонять никуда не буду. Я зафиксирую себе какой-нибудь R меньше единицы, и меня это вполне устроит. Поэтому то, что здесь вот такие вещи будут появляться, меня как-то и не волнует. Дальше, теоремы вложений для данных Q мне еще заодно обеспечить, что WFC α в парболической метрике ограничены. И вот я хочу здесь написать, и она мне очень помогает, одну из оценок компоната. Их для W можно написать всякие разные. Ну, вот для градиента, например, верна вот такая оценка. Смотрите, по маленьким цилиндрикам ρ я фактически справа имею величину ρ порядка n плюс 2 α. И в первом и во втором слагаем. То есть это такая квалифицированная оценка. R здесь может быть любое, хоть до единицы, потому что сама... Арина Сленовна, что такое α там? Что такое там α? Как α? α это то, что я вначале определяла. Единица минус... Да, да, да. Это именно вот то α, которое... Вот. Теперь, значит, я перехожу. Я пока чего-то говорю, у меня никакой стратегии. Теперь я объясню, что делать надо. Значит, если я... Парина Сленовна, надо 5 минут. Все, я сейчас очень коротко. Если я умудрюсь доказать, что вот это градиенты в L2 пойдут к нулю, то тогда вот в этом нехорошем неравенстве, которое мне надо опровергнуть, я могу перейти к пределу. Тогда я получу здесь функцию W уже хорошую. И вот в том компонатовском выражении я ρ возьму tau, r единицу, короче говоря, для хорошей функции оценка хорошая. И имея в виду, что и W в градиенте единицы не превосходит, я получу конкретную оценку вот здесь. Поэтому если я в качестве C2 закажу в два раза больше, то я, конечно, получу нужное мне противоречие, лемма доказана. Значит, все упирается в то, чтобы получить эту оценку. Но не так все просто. У меня даже нет сходимости в L2 последовательности. Но тут я уж совсем коротко. Значит, я процедуру примерно ту же самую повторяю для обоснования этой сходимости. Но теперь аж у меня я их никак пока не нормирую. Это просто функции вот из WK2. Ну, с ноликом понятно, почему замыкание гладких фенитных вот в этой норме. К беру вот такое с запасом, потому что у меня, когда я подставлю, а коэпсона та же самая функция, только здесь теперь не S1, S2, а какое-то S, S плюс дельта. Когда я перейду к пределу, то левая часть у меня оценится через вот такую скобку, и там будут вылезать нормы, например, градиента H в L бесконечность. Но поскольку у меня такое K высокое заказано, то я все эти нормы через норму вот эту могу оценить. Тем самым я получу оценку для моего функционала, а это, смотрите, слева написано линейный функционал, пространство минус K2. Значит, посчитаю эту норму, и она у меня мажорируется вот этой симпатичной скобкой. АС со шляпой это по данным задачам что-то конкретное. Ну, отсюда получается, что норма вот этой разности в этом отрицательном пространстве мажорируется квалифицированно, и это мне дает вот такую возможность. Я дальше воспользуюсь интерполяцией L2 между 1,2 пространством и вот этим минус K2. Я здесь уже написала, что получится после того, как я это заинтегрирую, но если вы под интеграл посмотрите, то вот эта норма в L2 не превосходит это на норму в 1,2, плюс C от этого норма в отрицательное. Ну, и сверху я вешаю интегралы, что позволяет мне для этого выражения, по м от дельта, получить уже вот что-то такое вполне осмысленное. И дальше я показываю, что вот эти вот разности, которые здесь стоят по времени, они равностепенно непрерывны в L2, в норме L2 в QR по переменной S. Кроме того, от того, что у меня градиенты равномерно ограничены, я совершенно спокойно могу обосновать равностепенную непрерывность по пространственным переменам. Ну, они не X, альфа, а там эти будут Y, альфа, неважно. То есть у меня получается, что в норме L2, в QR, моя последовательность равномерно ограничена, равностепенно непрерывно по всем направлениям, предкомпактно, а значит, вот я могу найти какую-то последовательность, что это все пойдет куда надо. Следующая идея состоит в том, что я завожу функцию G, состоящую из вот этой квадратичной формы, и моя добавка, вот эта B с волной, которую я завела, Q, это аргумент этой функции, отнимаю то самое U0, которое вот у меня в пределе получилось. И это то единственное и важное место, где я использую, что вот это M меньше ν плюс γ на B0. Вот оно, малость среднего в точке. Я, значит, вижу, что это число положительное, тем самым для Gm, то есть когда я подставлю вот такие аргументы, я имею оценку, а в качестве G0 я беру только главную часть. У меня есть такая задумка, что нелинейность, она просто исчезнет. И дальше я делаю следующее. Я говорю, что раз G такая хорошая, то в качестве P последнего аргумента я могу взять вот эту разность. Вот она, эта разность здесь стоит. Ну и хорошо, я же хочу ее оценить. Значит, дальше моя задача работать вот с этим выражением и показать правдами и неправдами, что это дело стремится к нулю. Ну вот здесь начинается чистая техника. Значит, я честно все пересчитываю. У меня получается интеграл от Gm, там что-то прибавляется, вычитается G0, что-то идущее к нулю. И тут не очень такой сразу оцениваемый, но такой дополнительный член, когда B на разных последних аргументах написано. Тут надо с ним поработать. А теперь представьте, что это Gm, когда я к пределу буду переходить, мажорируется G0, тогда вот это все хозяйство уходит. Вот это уходит, и если еще Dm пойдет к нулю, то я получу то, что я хотела, и лимма будет доказана. Ну, я просто хотя бы покажу, если у меня есть одна минута, значит, как я дальше действую. Дальше я по-настоящему работаю с тождеством. Я делаю подрезку по аргументу. Вот здесь я вместо Wm беру их разность. Подрезаю эту функцию, поскольку она не ограничена. P – это, значит, срезочка по переменным. Дальше, значит, у меня уже есть переменная M, K, ну и кроме того, вот эта функция, эта ограничена, но не имеет производной по T, поэтому, сами понимаете, мне надо сделать стекловское усреднение, по H, здесь правое, здесь левое, подставить. И, в общем, это очень такая техничная вещь. Значит, есть спагаемые, которые при фиксированном M, я доказываю, что они пойдут, приказ, стремящийся бесконечности к нулю, потом предельный переход по M, ну, в общем, получается то, что я говорю. И, кроме того, для получения оценки мне понадобится вот это, то, что вот дополнительно этот DM пойдет к нулю, я еще одно доказываю утверждение, обращаясь к тождеству, что на уровнях существенной супремум непрерывности у меня нет, для WM на сечениях нормы L2 у меня ограничено. Это мне тоже понадобилось. Ну, я уже про доказательства теоремы не успеваю, но я вас уверяю, уверяю, что эта лемма содержит в себе уже на самом деле все. Дальше доказательства теоремы идет более-менее по стандартной схеме. И я прихожу к тому, что не только в точке Z0 хорошие оценки, а есть еще некая окрестность, где для каждой точки оценка хорошая. И я получаю вот в конечном счете оценку вот такого супремума. Значит, φ – это что-то, деленное на рух степени N плюс 2, да еще я заработала 2 бета. Вот то, что здесь написано, это полунорма в пространстве, соответствующем компоната, которая изоморфна, пространству C-бета, значит, я имею эту оценку, и теорема, по крайней мере, доказана, но о сингулярном множестве я уже не успеваю. Ладно, неважно. Пока там не все ясно, но кое-что ясно. Все, тогда не буду больше вас мучить. Спасибо, Алина Алексеевна. Да. Так, значит, нет, ну, конец, конечно, тут только слово «магия». Нет, ну, понимаете, о технике я там и не стала бы говорить, но могла бы еще немножко пояснить теорему. Там просто очень много техники. И, конечно, эти обоснования там такие есть витиеватые, ну, неважно. Вот. Ну, давайте я еще одно слово скажу, которое не относится непосредственно к математике. Я хочу сказать, что вот когда я начала в прошлом году этим делом заниматься, я испытывала такое, ну, в общем, одиночество, чувство одиночества, потому что мои коллеги в Праге, которые обычно меня поддерживали, мы с ними все обсуждали, они по объективным причинам не могли участвовать в такой вот дискуссии. И я обратилась к Нине Николаевне. Так вот, хочу сказать, что всю работу, которая была написана эллиптическая, и сейчас, которую вот я закончила, она у меня в столе еще лежит, вот эта параболическая. С Ниной Николаевной мы обсуждали все. И по существу я могла поговорить с ней о проблеме. Она так быстро во все это вошла. И такое глубокое понимание. И для меня было большое, это, конечно, радость удовлетворения. Все ее замечания были мне полезны. Я чувствовала себя в 75 лет ученицей. И это очень приятно. Поэтому я ей очень благодарна. И хочу прилюдно ей это сказать. Низкий плохой. Вот так. Все, теперь все окончательно. Спасибо. Заканчиваем. Спасибо.